Друзья, всем привет! Сегодня будем тестировать новую новинку Crackeler Lack от компании FIDAL. Сейчас, скажем так, мы просто подробно покажем первый слой, как он выглядит, насколько он жидкий, какой его расход, а дальше будем показывать, какой финишный результат будет получаться, насколько он будет трещать и так далее. Я уже заранее наносил этот материал, я уже знаю, что сказать, поэтому говорю не из теории, а из практики, а для вас, скажем так, записываем видео, более, скажем так, подробная инструкция по нанесению и техническим моментам. Так, смотрите, основание у нас, получается, должно быть подготовлено как под покраску, если вы хотите, чтобы у вас получился качественный хороший результат. Мы его загрунтовали и сверху мы прокрасили, получается, вот таким эффектом эмалью золота. То есть это перламутровая краска с эффектом золота. Следующий, ну то есть оттенки могут быть разные на ваше предпочтение. Следующий этап, мы наносим кракелюрный лак. Технически, как бы, достаточно одного слоя, но я говорю, как мастер из практики, что я все-таки рекомендую давать два слоя, и тут очень важный момент. Сейчас я вам объясню, как правильно именно их наносить, эти мазки. Смотрите, вот открываем новую баночку, мы его перемешали. Вот так вот выглядит продукт, он практически как грунтовка, потому что вот у многих, у разных производителей есть они густые эти клея. Вот с жидким очень удобно работать, потому что, во-первых, минимальный расход. Вот, как производитель, Файдаль утверждает, что ориентировочно одного литра должно хватить плюс-минус где-то на 10-12 квадратных метров. Это с тем учетом, если мы будем наносить в один слой. Я же рекомендую из практики наносить в два слоя, поэтому закладывайте где-то, что вам литра будет хватать от 5 до 7 квадратных метров, плюс-минус где-то так. Так, смотрите, берем валик. Валик может быть любой велюровый, там, с ворсой 12-14 миллиметров. Не обязательно велюр так, сейчас, что валик слишком плотный. Все, катается. Так, самый главный момент при нанесении. Это очень важно соблюдать, потому что кракелюрный лак будет у вас рваться так, как вы нанесете именно этот лак. Потому что если вы сделаете строго ровно горизонтальные линии, то у вас будет кракелюр как паутинка и дополнительно по этим горизонтальным, либо вертикалям. То есть мы макаем валик, там, в кюветочку, ванночку, я прямо ведерко макнул. И, скажем так, вначале раскатываем, но делаем движения эти, как бы крест-накрест. Просто. То есть, грубо говоря, грунтуем. Он не прям как юшка-юшка грунт, он все равно чуть-чуть остается. Ничего страшного, если вдруг где-то у вас будет какой-то маленький пропуск. Самое главное, чтобы, давайте, сымитируем это, именно все-таки стенаж должна быть, да, стены лежа не будут у вас, чтобы у вас сильных потеков не было. То есть мы раскатываем вот такими маленькими движениями. Дальше я, когда вы поймете, когда она будет рвать материал финишный, там, неважно, это будет краска, либо там известковый мармарин, либо это будет венецианская штукатурка. То есть кракелюр подрывает любые материалы. Очень главный нюанс, я же говорю, по поводу нанесения самого кракелюра, потому что, если вы упустите этот момент, то у вас кракелюрный лак порвет именно четко по вот этим мазкам, которые вам не нужны. То есть по ровным линиям, точнее. Как видите, расход очень маленький, вот я еле макнул валик, и у меня еще остатки лака, их вполне достаточно хватает. То есть вот такими короткими мазками мы наносим, он слегка белесый пока, и за счет этого вам будет легко видно, где вы нанесли, а где пропустили. То есть если у вас в некоторых местах будет казаться, что вы где-то не нанесли, ничего страшного. Поэтому я и говорю, что обязательно еще второй слой, и второй слой еще вам помогает пройтись по тем движениям в другом направлении, чтобы сделать более рваные такие мазки, чтобы у вас кракелюр рвался более такой аккуратной паутинкой. В общем, это первый ролик, первая часть про обзор по кракелюрному лаку. Дальше будем показывать, что мы будем делать дальше, чтобы вы, скажем так, получили полный объем знаний и по финишу хороший результат. Все, друзья, с вами был, как всегда, команда Дефа, и поедали. Так, друзья, продолжение второй части. Смотрите, мы нанесли лак-ракелюр. Здесь я уже нанес два слоя, как я вам показывал, такими мазками-валиком короткими, крест-накрест. Вот такой вот эффект, смотрите, появился дополнительный глянец, блеск, да, то есть наше золото насытилось. Не знаю, насколько видно в кадре, да, блестит, да. То есть еще насыщеннее стало золото выглядеть, во-первых. Следующий этап я буду нанесить, это у нас декоративный материал, я буду использовать венецианскую штукатурку. Мы ее заранее затонировали в такой черный оттенок, название материала Венециану. У компании Файдали есть два материала. Есть Венедих Пуц, есть Венециана. То есть вот этот венециан, оно полупрозрачное, оно тонируется в очень насыщенные тона, поэтому будет действительно черный, будет выглядеть черным. Следующий этап мы наносим нашу венецианку таким довольно-таки толстеньким слоем, чтобы крокелюр смог ее растрещать и чтобы получился вот этот наш эффект, который мы и планировали сделать. Так, вот так вот выглядит паста, вот такой она густоты. Набираем на кельму и тут уже больше классическая техника Венеции, только слой не на сдир идет, а с такими небольшими наплывчиками. То есть мы стараемся не вот так вот нанести, да, чтобы наше золото-шагрень проявилось, а вот слегка дать как бы слой небольшой. Ну и контролируйте такие наплывчики-мазки, чтобы хоть как-то эстетично смотрелся рисунок, чтобы не было таких строгих ровных линий. Это тоже важно, потому что по финишу потом рисунок будет неаккуратный. Средним расход при такой технике нанесения венециана будет ориентировочно грамм 350 на квадратный метр будет уходить в один слой. Ну, нам один слой и нужен в целом. Сразу говорю, что сильно тонкий слой не давайте. То есть нам, нашему лаку крокелюрному, нужно слой, чтобы хоть что-то порвать. Потому что если это будет слой на сдир, то у него не получится это сделать. Еще очень большое преимущество, как бы объясню, по лаку крокелюровому. Многие знают, кто работал с крокелюровыми лаками других фирм, знают, что если ты уже нанес, размочил место, то уже все. То есть он начинает плыть, у тебя материал, гулять, как бы. А видите преимущество? То он крепкий, он никуда не плывет, я могу заново заходить на наш слой, как бы и формировать рисунок. Я же говорю, те, кто уже, у кого есть практика, работают и у мастеров с покрытиями крокелюровыми, то уже уверен, сталкивались с тем, что если ты нанес, то вернуться там через минуту назад на этот же слой нельзя. Потому что оно, скажем так, становится более лак-желеобразным, и у вас, получается, материал начинает гулять, и за счет этого плывет рисунок, и такие смазанные, получается, мазки. То есть наша задача создать вот такие хаотичные движения, крошечка какая-то попалась, вот такие, чтобы они были более закругленные, наши мазочки, потому что точно так же там, где преобладает толщина, там, где сильнее всего будет разрыв материала происходить. Ах, крошка попалась, очень мешает. То есть у нас, когда будет разрываться материал, трещать, где-то ориентировочно на растрескивание плюс-минус нужен час, чтобы материал порвало. По сути, как бы, следующий процесс, следующий эффект, результат, следите за нашими следующими видео. Поэтому, в принципе, все, до встречи в следующем ролике. Всем привет, настал следующий день. Смотрите, насколько круто, эффектно потрещал наш кракелюр. То есть вот такой вот, для тех, кто не видел, первое начало видео, вот такой лак мы использовали. Сразу хочу сказать, что... Вот давайте так приблизим, посмотрим. Все, есть, да? Для тех, кто не видел полного, первые ролики, мы смонтируем все части в одно целое, и это получится один полноценный ролик. Потому что мы еще, помимо того, что мы наносим, мы засняли на таймлапсе, как разрывалось, появлялся ли этот кракелюр с нуля. То есть, как вот все трещинки появлялись. Будет интересно посмотреть. Это самое главное, что это видео будет максимально полезным и продуктивным. Так, следующий этап какой после этого, в принципе? Кого устраивает, то можно оставлять и так. То есть, это получается у вас как матовая поверхность венецианской штукатурки, снизу пробивает золото, можно сверху защитить это просто лаком, либо воском. Но мы не останавливаемся на этом, так как это венецианская штукатурка у нас сверху. И вы знаете, что венецианская штукатурка может доводиться до суперблескового. То есть, мы ранее вот наносили вот такой вот образец. Это та же самая венецианская штукатурка, просто в другом цвете. Ее можно заполировать, заглинцовать, сделать из нее гладкое покрытие. То же самое мы будем добиваться сейчас здесь. Для этого нам понадобится шлифмашинка полировочная и вот такие вот абразивные наждачные круги. В принципе, снимать видео шлифовки и полировки мы сделаем короткие видеонарезки. Просто пылесос очень громко шумит и смысла нет от этого видео. Главное, что я хотел вам показать, что вот такой вот результат получается, что два слоя кракелюрного лака, один слой венецианской штукатурки. И получается вот такой вот потрясающий эффект. Вы видите, что одновременно сочетаются и крупные линии такие, так же самое и мелкая паутинка. Поэтому результат работает. Лак проверили, показали, что свою работу он выполняет на все 100%. А дальше покажем следующие этапы. Итак, после того, как мы зашкурили нашу венецианскую штукатурку, посмотрите, получается, какой результат. Появился глянец. Здесь мы начинали со 180 наждачной бумаги, потом 360, 400, 600, 1000, 2000 и 3000. То есть никакой кельмы, никакой полировки здесь не было, никакого воска здесь нет. И получается, сейчас мы хотим вам показать финишный результат после того, как мы нанесем уже воск специально. Это перфект воск от компании FIDAL. Вот так вот он выглядит, как такой пастообразный, то есть он идет не жидкий. Наносить мы будем губкой. Вот так вот его консистенция, видите. Сейчас берем немного на губку. Сейчас смачиваем. Где тут ровная сторона? Допустим, вот эта. Обязательно пропитываем сперва губку. Для чего, вы спросите, это надо? Во-первых, это защитные свойства. Это дополнительно насыщение по глянцу. Оно возвращает более темный оттенок черному. Ну и опять самое главное, это защита. То есть это будет от влаги защита, чтобы вы пальцами, когда прикасаетесь, чтобы не залапать венецианскую штукатурку. Так, вот нанесли. Кажется, как будто нету нашего воска, видите, на поверхности. Но мы начинаем его потихоньку втирать в наш образец. И вы видите сами, как он начинает насыщаться. Сейчас вам может слегка показаться, что он немного может потускнеть. Но как только после мы его заполируем овчинкой, он снова обретет более насыщенный эффект. Наносится очень легко, как видите. Просто губочкой растерли. Почему я не наношу кельмой? Это важно в такой технике нанесения. Потому что, как вы видите, кракелюр. Все равно в венецианской штукатурке есть толщина. И получается, если мы будем наносить его кельмой, то мы просто-напросто этот воск забьем во все поры, наши трещинки, и они как бы будут с воском. Воск, когда много в избытке этого воска, то он со временем начинает желтеть. Поэтому очень важно соблюдать толщину, чтобы был правильный равномерный слой. Нам после этого нужно где-то плюс-минус час-два. И мы начинаем его полировать наждачной бумагой, а шлифмашинкой с полировочным диском овчинка. Все, в принципе, процесс очень простой. Покажем финишный результат уже вместе с овчинкой. И смонтируем полностью весь наш курс в одно целое, чтобы вы могли уже от самого начала понимать, по каким этапам последовательность, что вам нужно делать, чтобы получить вот такой вот крутой результат в вашем интерьере. Итак, друзья, у меня улыбка у самого на лице. Почему? Потому что очень крутой результат. Я сам в шоке. Ну, в целом, я знал, что должно получиться. Но действительно, мне очень нравится, как проявил себя этот лак. Во-первых, мне нравится сочетание крупных и мелких трещин. Вы посмотрите, насколько они сочетаются. Плюс, какой глинис вы видели, насытил, дал нам перфект воск, венессанская штукатурка. То есть, это полностью комплексное решение от компании Feidal. Скажем так, Кракелюр лака полностью протестирован. Кому интересно попробовать, пишите. Он есть в наличии в фасовке 0,5, есть фасовка литр. Расход, вы видите, маленький, в принципе. Хватает одной баночки в районе от 6-7 квадратных метров, если мы наносим ее в два слоя. Если вы хотите видеть эффект Кракелюра чуть-чуть меньше, чтобы было трещина, то тогда используйте в один слой нанесение Кракелюра, и вам хватит на 10-12 квадратных метров всего-навсего одного литра. По поводу цены, один литр стоит 980 гривен. По поводу заказа, то есть, он уже есть в наличии, не нужно ничего ждать. Вы прямо пишите к нам в сообщении, и наши менеджеры примут все ваши заявочки. Поэтому еще раз посмотрите, какой получился у нас финишный результат. Очень круто, действительно, очень круто выглядит. Дорого. Я представляю, как можно сделать акцентное панно. Опять же, да, сочетание оттенков можно добиться любых. Самое главное, что не нужно больше никаких фенов, не нужно сушить вот это, не нужно долго ждать. То есть, быстрое нанесение, легок в эксплуатации, и, опять же, этот лак подойдет отлично. Так же самое, как тебе занимается декупажом, либо реставрацией мебели, то есть, сделать какие-нибудь тут состаренный эффект. Рекомендуем, друзья. Компания FIDAL. Респект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин